Часто нарушение обгона, то с правой стороны, то с левой, то через сплошную. Ну и повороты, кто куда хочет, туда и поворачивает без предупреждения. Ну или элементарно с нарушением. Ну как бы основные такие, что можно сказать. Ну иногда грубое вождение, в том плане, что где-то подрезают, где-то просто едут с превышением скорости, создавая помехи и опасность. На ваш взгляд, каким должно быть наказание за опасное вождение? Ну, что-нибудь типа 15 суток, чтобы было понятно. Потому что денежные штрафы, мне кажется, никого не напугают. Даже если будет по 5 тысяч и еще столько. 15 суток, либо административка, исполнитель работы. Кто как водит, кто как обычно паркуется, перестраивается из ряда в ряд. Не знаю, да? Масса. Я не так часто сейчас вожу из-за того, что маленький ребенок. Но тем не менее, все равно, в сравнении с тем, что я начинала водить 10 лет назад, 12 и сейчас, ну как небо и земля. Столько много машин, поэтому, ну не знаю, все куда-то торопятся, торопятся. Поэтому я так думаю, что из-за этого, наверное. Желательно, чтобы были штрафы пожестче. У нас как бы сильно, как бы, мне кажется, к этому относятся сильно по-доброму, что я не знаю, как объяснить. Ну, желательно, чтобы больше наказывали людей. Ну, потому что людей очень много, которые подрезают. Вот едешь с ребенком, он подрезает тебя и как бы даже никакой вины за собой не чувствует. Урешение прав. Года так не два, не три. По крайней мере, да. Минимум на два. Ну и денежный штраф, конечно. Ну, тысяч тридцать, так. Они подвергают опасность жизни не только свою, но и чужую. И есть люди, которые вводят даже не по отношению к водителям, а по отношению, допустим, к пешеходам, к тем же мамам, к детьми или пенсионерам. Они могут их просто сбить. Поэтому мы считаем, что это разумно. Урешение прав и штраф. Какое должно быть наказание для тех, кто опасно вводит, постоянно нарушает правила? Отнимать права, если совершил что-то конкретно вычурное, сажать.